Субтитры делал DimaTorzok Привет, друзья! Привет! Всем привет! Что-то у меня тут за хрень на микрофоне. Сейчас я его уберу. Ничего себе! Отлично! А то перфекционисты будут жаловаться. Ещё раз всем привет! Сегодня я почитаю вам книжку, которая называется «Маленький принц». Все её, наверное, проходили. Мне кажется, это из школьной программы. Я написал её «Antoine de Saint-Exupéry». Она очень популярная. Наверняка многие её читали уже, но я сегодня буду читать не как обычно, потому что вы её, если захотите, сможете сами взять и почитать. Дело в том, что времени не так много и всю книгу мы, конечно, не прочитаем. Я хотел бы вас в первую очередь не заинтересовать этой книгой. А я хотел бы в первую очередь вас успокоить. И я хотел бы в первую очередь, конечно же, вас расслабить и усыпить. Я хотел бы сделать так, чтобы вы хорошо заснули. Дело в том, что когда я был маленький, у меня вообще папа из России. Родом. Я сам из Украины, если кто не знал. И когда я был маленький, я ездил к бабушке в деревню в Россию. В город Борисоглебск, это Воронежская область. Небольшой городочек, но очень уютный. У меня очень хорошие воспоминания остались оттуда. И знаете, я решил, что я буду немножко медленнее говорить. Тише, всё-таки вы засыпаете. И знаете, я очень запомнил навсегда, можно сказать, что когда я был маленький, у меня бабушка читала книжечку. Какую-то книгу она мне читала. Я уже не помню какую. Но я помню, что она ужасно хотела тогда спать. Тогда спать. И когда она мне читала, она засыпала и просто вот она читает, 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 читает. И всё. И она уже спит. Ну, а я, конечно, был маленький. Я не понимал, что бабушка может вставать, да. Я её просил, я её путил, я просил. Я кричал, бабушка, давай, читай дальше, пожалуйста. И я хотел бы, чтобы такой эффект был сейчас с вами. То есть я буду читать вам книжку таким тихим, тихим, спокойным шепотом. Где-то я буду сбивать темп и замедляться, чтобы у вас возникли мурашки или чтобы вы лучше это воспринимали хорошо. Ну что ж, начнём. Будем читать сначала, чтобы было смыслом, чтобы было со смыслом там более-менее. Когда мне было шесть лет, книги под названием «Бродливые истории», где рассказывалось про детственные леса, я увидел однажды удивительную картинку. В картинке огромная змея или утав глотала личного сферы. Так вот, это было нарисовано вот так вот. Я вам покажу тоже, как это было нарисовано вот так. Надеюсь, вам было видно. Да, у них говорилось, утав закладывать свою жертву целиком нишуям. После этого он уже не может швенуться и спит полгода подряд, пока не перевалит пищу. Я много раз думал о полной приключениях и жизни джунглей. И тоже нарисовал цветным карандашом свою первую картинку. Это был мой рисунок номер один. И вот, что я нарисовал. Перевернули страничку, да? Вы все, наверное, помните, что он нарисовал, да? Он показал. Я показал свое зрение взрослым и спросил, не страшно ли им? Ну, а здесь шляпа страшная. Вы спросили мне. Вы спросили мне. Но это была совсем не шляпа. Это была утава, которая проглотилась в ванах. Тогда я нарисовал там и изнутри, чтобы взрослым было понятнее. Им ведь всегда нужно все объяснять. Вот мой рисунок номер два. Взрослые посоветовали мне не рисовать змеи ни снаружи, ни изнутри. А побольше интересоваться географией, историей, арифметикой, правописанием. Вот так случилось, что с шести лет я оказался от блестящей карьеры художником. Потерпев неудачу с рисунками номер один и номер два, я утратил веру в себя. Взрослые иногда ничего не понимают сами. А для детей очень утомительно без конца им все объяснять и раздолговывать. Так мне пришлось выбирать другую профессию. И я выучился на летчика. Облетел я чуть ли не весь свет и география, по правде сказать, мне очень-очень пригодилась. Я умел с первого взгляда отличить Китай от Аризоны. Это было очень полезно, если ночью забьешься с пути. На своём веку я много встречал разных серьёзных людей. Я долго жил среди взрослых и видел их совсем близко. И от этого, признаться, не стал думать о них лучше. Когда я встречал взрослого, который казался мне разумнее и понятливее других, я показывал ему свой рисунок номер один, я его сохранил и всегда носил с собой. Я хотел знать правду. Правда ли этот человек что-то понимает? Но все они отвечали мне. Это шляпы. Я уже не говорил с ними ни о путавах, ни о джунглях, ни о звёздах. Я применялся к их понятиям. Говорил с ними об игре бридж и гольф, о политике, о калстуках. И взрослые были очень довольны, что познакомились с такими травомыслящими человеком. Так, я жил в одиночестве. Так, а тут мы будем, наверное, потихонечку засыпать с вами, да? Или расслабляться ещё больше. Поэтому чуть-чуть невнятненького шёпота там. Невнятно. Так, я жил в одиночестве ни с кем. У меня не было ни с кем поговорить по дружкам. Я очень сильно назад. Мне пришлось сделать минуточную посадку в Сахаре. Что-то сломалось в моторе моего самолёта. Со мной не было ни механика, ни пассажира. Я решил, что попробую сам себе починить. Хоть это было очень трудно. Я должен был исправить мотор или покинуть. Потом мне не хватало бы на неделю. Охренеть! Вы это видели? Привидение? У меня фон оторвался, друзья. Вот это было внезапно, короче. Ну что ж, давайте тогда я продолжу через две секундочки. Ну что ж, друзья. Продолжим наше чтение. Продолжим наше чтение. Так, так, так. Где мы тут остановились? Так, 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 так. Сейчас тут про шляпу и слона. Ага, вот оно. В первый вечер я уснул на песке в пустыне, где на тысячи миль вокруг не было никакого жилья. Человек, потерпевший корабль крушений. Всё деревянное плато по среде океана тут был не так одиноко. Обратите же мое удивление, когда на рассвете меня распутил чей-то тоненький голосок. Он сказал, пожалуйста, нарисуй мне барашкой. Ага, нарисуй мне барашкой. Я скачал точно надо мной, укрянут гром, протёр глаза, начал усматриваться. Вижу, стоит необыкновенный какой-то малыш. И серьёзно меня расглядывает. Вот самый лучший его портрет, какой после мне удавалось нарисовать. Но на моём рисунке он, конечно, далеко не так хорош, как был на самом деле. Даже не моя вина. Когда мне было шесть лет, взрослые внушили мне, что художника из меня не выйдет. И я ничего не научился рисовать, кроме удавов снаружи и изнутри. И так я во все глаза смотрел на это необычайное явление. Не забудьте, я находился за тысячами от человеческого жилья. А между тем ничуть не похоже было, что этот малыш заблудился или до смерти устал и напуган или умирает от жажды. По его виду никак нельзя было сказать, что это ребёнок, потерявшийся в необитаемой пустыне. В пустыне, вдалеке от всякого жилья, наконец ко мне вернулся дар речь. И я спросил, ну что ты здесь делаешь? И он опять попросил тихо и очень серьёзно. Пожалуйста, нарисуй мне барашка. Было так таинственно и непостижимо, что я не посмел отказаться. Хоть и нелепо это было здесь, в пустыне, на волосок от смерти, я всё-таки достал из кармана лист бумаги и вечное перо. Но тут же вспомнил, что учился, да я больше географии, истории и арифметики и правописанию и сказал малышу, немножко даже сердито сказал, что я не умею рисовать. Всё равно нарисуй барашка. Так как я никогда в жизни не рисовал баранов, я повторил для него одну из своих старых картинок, которые я только и умею рисовать. Удава снаружи и очень не сумелся, когда малыш воскликнул. Нет, нет, мне не надо слона в удаве. Удав слишком опасный, а слон слишком большой. У меня дома всё очень маленькое. Мне нужен барашек. Нарисуй мне барашка. Я нарисовал. Он внимательно посмотрел на мой рисунок и сказал, нет, этот барашек совсем хилый. Нарисуй другого. Я нарисовал. Мой новый друг мягко с них нисходительно улыбнулся. Ты же сам видишь, сказал он. Это же не барашек. Это большой баран. У него рога. Я опять нарисовал по-другому. Но он и от этого рисунка отказался. Этот слишком старый. Мне нужен такой барашек, чтобы шил долго. И вот я потерял терпение. Ведь надо было поскорее разобрать мотор и нацарапал вот что. И сказал малышу. Вот тебе ящик, а в нём сидит твой барашек. Но как же я удивился, когда мой строгий судья вдруг просиял. Вот такого мне и надо. Как ты думаешь, много луги с травы. А что? Ведь дома у меня всего очень мало. Ему хватит. Я тебе даю совсем маленького барашка. Не такого уж и маленького, сказал он на грани головы, разглядывая рисунок. Смотри-ка, мой барашек уснул. И так я познакомился с маленьким принцем. Не скоро я понял, откуда он явился. Маленький принц осыпал меня вопросами. Но когда я спрашивал о чём-нибудь, он будто и не слышал. Лишь понемногу из случайных мимоходов оброненных слов. У меня всё открылось. Как когда он впервые увидел мой самолёт. Что это за штука? Это не штука. Это мой самолёт. Он летает. И я с гордостью объяснил, что умею летать. Тогда малыш воскликнул. Как ты упал с неба? Да, скромно ответил я. Вот забавно. И маленький принц звонко засмеялся. Так что меня взяла досада. Я люблю, чтобы к моим заключениям относились серьёзно. И потом он добавил. Значит, ты тоже явился с неба. А с какой планеты? Так вот, разгадки у таинственного появления здесь в пустыне. Подумал я и спросил Добримик. Добримик. Стало быть, ты попал сюда с другой планеты. Но он не ответил. Он тихо покачал головой, разглядывая самолёт. Но на этом ты не мог привезти издалека. И надолго задумался о чём-то. Потом вынул из кармана барашка. Погрузился в созерцание этого сокровища. Можете себе представить, как раскатывалось моё любопытство от странного полупризнания о других планетах? Я попытался разузнать побольше. Откуда же ты прилетел, малыш? Где твой дом? Куда ты хочешь увезти барашка? Он помолчал за стол мне и сказал. Очень хорошо, что ты дал мне ящик. Барашик будет там спать по ночам. Ну конечно, если ты будешь умницей, я дам тебе верёвку и научу тебя его привязывать. Иголышек. Маленький принц нахмурился. Привязывать? А для чего это? Но ведь если не привязывать его, он запретёт неведомо куда и потеряется. А тут мой друг опять весело рассмеялся. Так куда же он пойдёт? Мало ли куда. Всё прямо-прямо куда глаза глядят. Тогда маленький принц сказал серьёзно. Это ничего. Ведь у меня там очень мало места. И припадил не без грусти. Если идти всё время прямо, далеко не уйдёшь. Так я сделал ещё одно важное открытие. Его родная планета вся довеличена из дома. Впрочем, это меня не слишком удивило. Я знаю, что кроме таких больших планет как Земля, Юпитер, Марс и Венера, существует ещё сотни других, которым даже имён не дали. И среди них есть такие маленькие, что их есть в телескопах. Трудно раскрепить. Когда астроном открывает такую планетку, он даёт ей не имя, а просто номер. Например, астероид 3251. У меня есть серьёзные основания полагать, что маленький принц прилетел с планетки, которая называется астероид B12. Этот астероид был замечен в телескопе лишь один раз в 1909 году одним турецким астрономом. Астроном доложил тогда о своём замечательном открытии в международном астрономическом конгрессе. Но никто ему не поверил. А всё потому, что он был один по-турецки. Уж такой народ эти взрослые. Друзья мои, я думаю, на сегодня достаточно чтения нам с вами. Это был такой пробничек, так скажем, пробное чтение. Если вам понравится, ставьте лайки, подписывайтесь, а пишите, я продолжу. Но только если вам это понравится. Может быть, у вас будут какие-то замечания по поводу, но только по делу. Это всё, друзья. Хороших снов. Всем пока-пока.